Здравствуйте, я Олег Данилов, это проект видео на ATC UA и сегодня мы рассмотрим Razer Naga, мышь, ориентированную на игроков в MoRPG. Это мышь с необычным дизайном, прямой ответ Razer на SteelSeries World of Warcraft Mock Gaming Mouse. Первое, что бросается в глаза при взгляде на Razer Naga, округлый левый бок, усеянный кнопками почти как клавиатура телефона. Из-за этой округлости мышь кажется толстоватой, хотя на самом деле с эргономикой здесь все в порядке. Подхватку ладони она подходит идеально, что важно в длительных онлайн-баталиях. Кстати, удобный правый выступ под безымянный палец необычен для Razer и явно позаимствован у Microsoft Sidewinder X5. Основные кнопки традиционно чувствительны и имеют характерную для Razer форму, но у Naga их размер меньше, чем у других мышей компании. Клавиши управления браузером смещены далеко вперед и отъедают часть левой кнопки. Для их нормального использования придется переучиваться. Колесо крупное, с фиксированными позициями прокрутки и боковой подсветкой. Интересно, что у мышки одна сплошная ножка, идущая по периметру днища. 12 дополнительных клавиш легкодоступны, определенные неудобства возникают только с последним их рядом. Эти кнопки имеют два режима работы, переключаемых механическим тумблером на днище. Первый режим – символьный, при котором клавиши имеют значение от 0 до 9, плюс кнопки знака сложения и вычитания. Второй – цифровой, где вы можете как угодно настроить их, в том числе и записать макросы для важных игровых действий. Фирменная PO Razer весьма функциональна и позволяет в широком диапазоне регулировать все параметры мыши. Naga, кроме того, поддерживает игровые аддоны, оверлейные программы за настройки для популярных MoRPG. Пока что такие модули есть для World of Warcraft и Warhammer Online. Razer Naga – отличная игровая мышь, но нас смущает цена и необходимость полностью ломать привычный стиль игры. Опять-таки, если вы не являетесь поклонником MoRPG, лучше купить более универсальный контроллер.